Государственная поддержка замещающих семей. Этой теме посвятили заседание Координационного совета уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного Федерального округа. Оно прошло сегодня в зале официальных мероприятий Дворца Культуры Арктика. Детские омбудсмены обсудили актуальные проблемы и пути развития Института замещающих семей на примере своих регионов. Также в рамках визита в Ненецкий округ уполномоченные по правам детей посетили детский дом. Сегодня детские омбудсмены обсуждают меры государственной поддержки замещающих семей. В этом вопросе наш округ на фоне других субъектов выглядит весьма успешным. В первую очередь, конечно, это поддержка усыновителям, потому что редко где она оказывается, в каких регионах у нас есть, кроме единовременной выплаты, вот в 520 тысяч, у нас есть еще ежемесячная поддержка. Понятно, что она носит заявительный характер. Подробнее о том, какие меры социальной поддержки существуют в нашем регионе, уполномоченным по правам ребенка в ССФО, рассказал руководитель окружного профильного департамента Сергей Свиридов. Он также представил статистические данные по семейному устройству детей. За последние пять лет количество детей, которые находятся в региональном банке данных о детях-сиротах, произошло сокращение больше, чем два раза. Это со 168 детей до 70, которые были устроены в семье. Число детей, которые находятся на воспитании всеми граждан за этот же период, увеличиваясь с 275 до 339. В нашем регионе чаще всего детей берут под опеку или попечительство, усыновляют их реже, хотя такая форма устройства ребенка в семью является приоритетной. Омбудсмен при главе Республики Коми Нелли Струтинская убеждена, необходимо вести мониторинг удовлетворенности детей в замещающих семьях. Вот мы говорим, сколько семей, сколько детей, а мы проводим мониторинг опроса, может быть, опрос какой-то детей, а хорошо ли им там в семьях, ведь не всегда дети открыто об этом говорят. То есть мониторинг, как сказать, настроения, да, ребенка, находящегося в этой семье, потому что это тоже очень важный момент. И возросший процент возврата детей, а он по стране у нас возрос, этот процент, он говорит о том, что не все еще сделано нами взрослыми, чтобы детям в таких семьях было хорошо. Отказ от приемного ребенка – одна из актуальных проблем, с которыми сегодня сталкиваются органы опеки и попечительства и детские дома. Как подтвердили детские омбудсмены, такие случаи есть во всех регионах. Как правило, это ребенок уже подросткового возраста. И если мы сегодня говорим о том, что приемные родители все равно проходят обучение, может быть, эффективно, но неэффективно, мало по теоретическим и практическим занятиям, но они его проходят, и основные базовые знания получают по воспитанию детей-сирот. К сожалению, опекуны бабушки и дедушки такого обучения не проходят. Если вы посмотрите статистику отказов от детей, то основной процент отказов именно бабушек и дедушек, которые берут маленького ребенка и в период подросткового возраста, как правило, от него отказываются. По словам Ольги Смирновой, к опекунству необходимо готовить в том числе бабушек и дедушек. В Вологодской области эта практика, заимствованная у Мурманской области, уже широко применяется и даже дает свои плоды. Количество отказов от детей от этой категории опекунов существенно сократилось. Решением Координационного совета станет резолюция с включением предложений всех регионов. Сегодня она смелая такая резолюция, которую должны проанализировать все уполномоченные по правам ребенка Северо-Западного федерального округа. У нас здесь еще уполномоченные по правам ребенка Кировской области. Для того, чтобы все-таки был действительно хороший документ, который можно было представить в Совет Федерации. Потому что необходимо еще проговорить со всеми службами, которые занимаются с детьми, проанализировать эту ситуацию, и тогда уже будет готовый результат. Резолюция будет направлена уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анне Кузнецовой и члену Совета Федерации от НАУ Валентине Сганич. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.